Вы смотрите МассМедианьюз сегодня в выпуске. Частичная мобилизация объявлена в России. Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба. Жительница Камчатки попала под статью, выгораживая кавалера, надругавшегося над её дочерью. Три медведя переполошили воинскую часть в микрорайоне Завойко в Петропавловске. Об этих и других событиях узнаете далее. Частичная мобилизация объявлена в России. Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны и Генерального штаба. Призыв граждан на военную службу по мобилизации Вооружённой Силы России объявлен главой государства с 21 сентября. Президент сообщил, что сейчас российские военные действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции. Президент подчеркнул, что граждане, попавшие под частичную мобилизацию, будут находиться в равных условиях с военнослужащими по контракту. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Так, в соответствии с подписанным президентом указом, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих по контракту. Уровень их денежного содержания соответствует уровню довольствия военнослужащих-контрактников. Контракты о прохождении военной службы продолжают своё действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения по следующим основаниям – достижения предельного возраста пребывания на военной службе, состояния здоровья и лишения свободы по приговору суда. Согласно закону о воинской службе и категориям тех, кто пребывает в запасе, определяется следующая очередь призыва. В первую очередь попадают солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга до 55 лет, полковники, капитаны первого ранга до 60 и высшие офицеры до 65 лет. Также в первую очередь попадают лица, прошедшие срочную службу и лица, имеющие опыт реальных боевых действий. Во вторую очередь попадают солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 55, майоры, капитаны третьего ранга, подполковники и капитаны второго ранга до 60 лет, а также полковники, капитаны первого ранга до 65 лет. Также во вторую очередь попадают высшие офицеры до 70 лет и лица, освобожденные от военной службы по здоровью. В третью очередь попадают Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мечманы до 50 лет, младшие офицеры до 60, майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга до 65, женщины до 45 лет, имеющие военное образование или опыт службы, а также женщины-офицеры до 50 лет. При этом, как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, речи о призыве студентов, равно как и тех, кто служит по призыву, не идет. Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а. отслужил, б. имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б. имеет боевый опыт. И, конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут с этим возникнуть. Это ни о каких мобилизации, призывах студентов, обучающихся в вузах речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву, их это тоже не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевый опыт, тех, кто имеет военные специальности, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса. Тем временем, 22 сентября на Камчатке по поручению губернатора Владимира Солодова открылась горячая линия по вопросам мобилизации. Она работает на базе единого колл-центра Камчатского края по номеру 8 800 141 0000. Кроме того, по поручению главы региона в крае начала работу комиссия по вопросам частичной мобилизации граждан на военную службу. Указанная комиссия будет работать в круглосуточном режиме. В ее состав входят представители законодательной власти, правительство Камчатского края, а также органы военного управления. В четверг жители Камчатки начали получать повестки и прибывать на сборы в военкомат, чтобы отправиться на обучение. По сетям пошла информация, что жители региона якобы вывозят в Хабаровск. В правительстве региона опровергли эти сообщения, заявив, что все мобилизованные камчатцы находятся на полуострове. Тем временем, как заявили в региональном парламенте, в приоритете задач сейчас не только обеспечить призыв, но и позаботиться о тех семьях, мужчины из которых будут исполнять воинский долг. Мы очень внимательно будем смотреть, кто эти семьи, кто в них живет, какая помощь нужна, какие есть сложности. Я думаю, что по каждому округу наши депутаты будут очень внимательно и точечно работать для того, чтобы они не почувствовали какую-либо ущемленность и трудности в своей жизни. Ирина Утилова заверила, что законодательное собрание края со своей стороны сделает все, чтобы на территории региона ситуация была стабильная, спокойная, все социальные права защищены, а законы исполнялись. Тем временем парламенты ЛНР, ДНР, военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о присоединении к Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин. Парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Путин добавил, что до начала боевых действий в этих регионах проживало более 7,5 миллионов человек. Многие из них были вынуждены покинуть свой дом. Осталось порядка 5 миллионов, которые подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны ненацистских боевиков. 28-летняя жительница Петропавловска попала под статью, выгораживая 40-летнего кавалера, надругавшегося над ее 9-летней дочерью. Следователи завершили расследование уголовного дела. Следствием установлено, что обвиняемая в период с мая по июль текущего года, не желая, чтобы ее 40-летний сожитель был привлечен к уголовной ответственности за совершенное им особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности ее 9-летней дочери, потребовала от ребенка сообщить ложные сведения о якобы непричастности мужчины к преступлению. Кроме того, злоумышленница в июле текущего года, находясь в кабинете следователя, совершила заведомо ложный донос, оговорив себя. Якобы представленные ранее ею сведения о совершении мужчины преступления в отношении дочери являлись ее выдумкой. Уже удалось собрать достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения и последующего направления в суд. Что касается сожителя, то уголовное дело сейчас находится на рассмотрении в суде. Три медведя переполошили воинскую часть в микрорайоне Завойков-Петропавловске. В среду дежурный услышал подозрительные шорохи неподалеку от пирса, сообщил об этом и с помощью тепловизоров специалисты обнаружили в округе трех косолапых хищников. На место прибыла группа медвежьего реагирования и, как рассказал Масс Медианьюс один из ее участников, внештатный охотный инспектор Владимир Шабли, одного зверя отстрелили. Остальные сбежали. Один в сторону пляжа Малолагерный, а второй на сопку, так называемую третью рыбалку. Инспекторы обследовали указанные территории, однако обнаружили только следы хищников. Вот следы свежие медведя. Это забор. Медведь уходит. Ушел по косе, скорее всего. В ночь на четверг удалось обнаружить одного из косолапых беглецов. Его ликвидировали. Сегодня ночью был отстрелян еще один медведь, который терроризировал жителей Завойко и войсковую часть. По идее, еще остался один, поэтому соблюдайте осторожности. Поставка рыбопродукции на внутренний рынок должна быть в приоритете. Об этом заявил глава Камчатки Владимир Солодов. Губернатор выступил спикером на пленарной сессии «Умное рыболовство. Исследование промысел производства» в рамках пятого международного рыбопромышленного форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Владимир Солодов считает, что приоритетом для края, где рыбоперерабатывающая отрасль, система образующая, является получение экономической отдачи от рыбохозяйственного комплекса и его вклад в благополучие региона. Считаю, что в России должна быть принята специальная государственная программа, которая увяжет мероприятия по линии всех ведомств для того, чтобы наши жители, россияне, имели возможность потреблять больше качественной, полезной и доступной дальневосточной, камчатской в том числе рыбной продукции. Также считаю, что необходимо увязать работу школьного образования, государственных закупок и других мер государственной поддержки. Ну и, конечно, очень важно стимулировать то глубокое производство, производство конечной продукции, которое мы уже видим, что появляется у нас на Камчатке, а наших рыбаков стимулировать к инвестициям в береговое производство, в создание достойных рабочих мест для жителей прибрежных регионов и к увеличению отдачи в плане экономического благополучия для таких регионов, как Камчатский край. Решения сегодняшнего форума лягут в основу последующих стратегий развития рыбопромышленного комплекса Российской Федерации. Эксперты обсудили и технологическую модернизацию отрасли, нацеленную на долгосрочное использование природных ресурсов с учётом возрастающих экологических требований и совершенствования технологий рыбопереработки. В отремонтированное помещение переехало почтовое отделение в посёлке Сокач. Мероприятие «Спутник Конгресса молодых учёных» проходит на полуострове. Перильное ограждение установили на мосту через реку Плотниково на Камчатке. Об этих и других событиях узнаете далее. В отремонтированное помещение переехало почтовое отделение в посёлке Сокач на Камчатке. Его накануне посетил губернатор региона Владимир Солодов. В отделении открылся и магазин с товарами первой необходимости. Жители по каталогу могут заказать товары с доставкой на почту. На почте жители могут оплатить квитанции за жилищно-коммунальные услуги, подтвердить или восстановить учётную запись на портале госуслуг, а также бесплатно воспользоваться медицинскими бытовыми приборами для проверки показателей здоровья по мере температуры, давления и уровень кислорода в крови. Создание системы комплексного мониторинга окружающей среды, прогнозирование извержений вулканов и угроз цунами, повышение эффективности уборки снега и борьбы с гололёдом, а также развитие сельского хозяйства в условиях региона. Мероприятие «Спутник Конгресса молодых учёных» проходит на Камчатке. Его проводят в рамках десятилетия науки и технологии, объявленного указом президента России 25 апреля 2022 года. Приглашённые эксперты из 22 городов России, объединённые в 6 проектных групп, предложат практические решения задач, актуальных для полуострова. Торжественное открытие мероприятия прошло в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга. Нам показалось важным именно сегодня, в сложившихся обстоятельствах, показать, что у учёных, у исследователей есть как раз потенциал перевести все те теоретические знания, которыми они обладают, уже в практическую плоскость. С другой стороны, когда мы искали темы для задач, то мы исходили как раз из того, что Камчатка, и нам бы хотелось видеть Камчатку не только как самое прекрасное место на Земле, с прекрасной природой, о которой говорят каждый, кто здесь хотя бы один раз побывал, и даже кто не побывал, но, как нам кажется, Камчатка – это действительно уникальное место на Земле, поскольку здесь и только здесь так быстро всё меняется. Так в рамках мероприятия работает проектная группа, которая разбирает прогнозирование извержений вулканов на Камчатке. По словам специалистов, поведение одних вулканов на полуострове предсказать можно, а вот с другими дело обстоит сложнее. Требуются такие междисциплинарные подходы. Нужны и геохимики, и геофизики, и сейсмологи, это деформация земной поверхности. То есть нужны разные методы, которые… Один метод работает хорошо на одном вулкане, другой на другом. Численное моделирование также, чтобы все эти сценарии, вот скажем, вот здесь вот на Аваче, например, там вот образовалась трещина в 2001 году, и если произойдёт там сход с части конуса, там может есть риск того, что будет дегазация, ну и это может вызвать какой-то лавинообразный процесс и взрывное извержение. Сотрудники ФМБА России, участвующие в съезде, в свою очередь подготовили предложение по развитию края в санаторно-курортном направлении. Край перспективный и достаточно, я считаю, имеет такой колоссальный ресурс для здравницы всей Российской Федерации. Одна из задач, которая была поставлена регионам, сделать из малкинских источников курорт с федерального значения. На данный момент экспертами прорабатываются все острые моменты, борьеры существующие, в каком направлении необходимо идти, база государственная прорабатывается, какие необходимо сделать шаги, на какие законы стоит обратить особое внимание при разработке проекта развития региона до 35-го года, который планирует сейчас развиваться. И вот в рамках этого экспертами решаются направления развития больной логии в краткосрочном, долгосрочном, среднесрочном периоде. Камчатка – один из снежных регионов страны, поэтому и проблеме снегоочистки уделяют большое внимание. Вариантов на данный момент разрабатывается несколько. За счет термальных вод – это как вариант. За счет систем теплоснабжения – это обратная сетевая вода, которую имеют здесь жители. Вот такие пока варианты, мы их прорабатываем. Оба возможны, максимально возможны. Для участия в мероприятии пригласили и экспертов для проработки тех проектов, которые помогли бы региону стать лидером в производстве семенного картофеля. Камчатка – это, я могу сказать, что это лучший регион России для организации семеноводства. И Камчатка может покрыть потребности в семенном картофеле не только свои собственные, но и других регионов, и дальневосточного региона России, может быть, и других частей России, а может быть, и зарубежных стран. Перспективы для этого у Камчатки есть. Это чистая фитосанитарная зона, возможности документирования на федеральном уровне этой чистой фитосанитарной зоны. Отсутствие переносчиков вирусов, небольшое количество природных резерватов вирусов. То есть, это идеальное место для выращивания семенного картофеля. Добавим, в рамках мероприятия спутника Конгресса молодых учёных в Петропавловске открылась выставка проектов. Экспозицию подготовил молодёжный парламент региона. На выставке представлены 36 проектов молодых камчатских учёных из семи научных организаций. Это разработки в сфере сельского хозяйства, вулканологии и сейсмологии, изучения водных биоресурсов и других. Сегодня, как никогда, востребованы ваши научные мысли, ваши наработки. Нам очень интересен тот живой разговор, который состоится, для того, чтобы мы могли это всё воплотить в реальные меры поддержки развития молодых учёных в регионе. Молодые парламентарии провели креативную сессию по вопросам государственной поддержки деятельности молодых учёных. Действительно, мы, наверное, своим примером показываем, насколько все мы заинтересованы в том, чтобы развитие науки в Камчатском крае продолжалось. И заинтересованы в том, чтобы помогать молодым учёным в реализации их проектов, в их научной деятельности, в популяризации их деятельности. Мы постарались собрать, наверное, более 50% всех молодых учёных, которых мы смогли поймать, потому что очень многие учёные сейчас находятся в полях, проводят огромную работу. Поэтому я очень надеюсь, что мы в дальнейшем сможем эту выставку и далее транслировать. Также вы все знаете, что у нас запустились ролики в социальных сетях, которые тоже рассказывают о вас, о ваших прекрасных научных проектах. О важности обсуждаемых тем сказали и представители научных организаций. Я считаю очень важным это мероприятие, потому что в нашем крае проводятся различные исследования, посвящённые как извержению вулканов, что является достаточно экзотичным в целом для России, как изучению биоресурсов, содержанию нашего города. И, естественно, нужно обращать внимание на активность молодёжи. Она у нас очень активная, очень умная. И хотелось бы видеть поддержку, конечно, в виде хотя бы региональных грантов. Возможно, каких-то законодательных, конечно, на законодательном уровне. Добавим, результаты совместной работы представителей региональных органов власти и научного сообщества планируют рассмотреть на Конгрессе молодых учёных, который пройдёт с 1 по 3 декабря этого года на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи. Перильные ограждения установили на мосту через реку Плотниково на Камчатке. В рамках капремонта там выполнили работы по ремонту опор, балок, устройству деформационных швов, сталифибробетонное покрытие проезжей части, а также полностью завершили асфальтирование. Кроме того, на объекте появились смотровая площадка с ротундой и тротуарные блоки. Ремонтные работы планируют завершить до 15 октября. Отметим, что дорога, на которой расположен мост, ведёт к санаторию – одному из туристических объектов региона. Очередной социальный тур прошёл на Камчатке. В путешествии побывали 15 человек. В этот раз участники программы побывали в автомобильно-пешеходной экскурсии к озеру Толмачёво. Они прогулялись по берегу и окрестностям озера. В соцтуре приняли участие волонтёры, призёры творческих конкурсов, специалисты, имеющие ведомственные награды федерального уровня, спортсмены, ребёнок-инвалид и педагог, по чьим руководствам воспитанники стали призёрами творческих конкурсов. Добавим, социальные туры на Камчатке проводят для отдельных категорий граждан, которые имеют право на данную меру поддержки. К ним относятся школьники и студенты, являющиеся победителями и призёрами Олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Многодетные семьи, инвалиды разных групп, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие семьи, волонтёры, граждане, удостоенные звания «Почётный донор России», медицинские и другие работники, участвующие в оказании медицинской помощи людям с COVID-19 и другие. Участие в реализации программы принимают 13 туроператоров края. Отдохнуть смогут более 400 человек. Отметим, в 2021 году в рамках социальных туров отдохнули 882 человека. С 2014 года участниками программы стали более 7 тысяч человек.